Девушки отдыхают Мы еще посетим старину Сида, а дальше можем двигаться по сюжету. И это часть номер 116. Итак, в автоматическом режиме нам нужно переместиться в лагерь вот сюда. Так, да, хотя даже, наверное, нет, не сюда, а вот на эту парковочку. Так, хорошо. Поехали. Шестеро богов, так называемый гексатеон, фигурируют во множестве мифов, изложенных в космогонии. У нас уже есть Раму, Титан и Гаруда, хотя ее здесь я не вижу. Во как. Это потому что она из другого мира? Ммм. Вот и приехали. Так. Конечно, нужно отдохнуть, потому что задание связано с дневной порой суток. Вот и отдохнем. Лагерь. Опять. Ты что-то имеешь против палаток? Хорошая теплая ночь. Дождь закончился, так что не нужно ничего иметь против. Нужно приготовить следующее вкуснейшее блюдо. Это барамунди в кляре. Ммм, прекрасная рыбка. Игни здесь классно получился. Ну, этот дядька вообще суровый. А вот эта неплохая. Это же... Это же... Что? Ничего, показалось. Это же, когда увидел Синди с другим. Лицо Промпта. Поймал момент. Ха-ха, ну так. Две раскрытые пасти с Сахуагинов. Круто, правда. А вот эта неплохая. Голографические ляжки Нокта. Тоже, кому интересно. Неплохой кадр получился. Да, я знаю. Это я тут с Аспидохилонами сражался. Как раз пока искал еще что-то дополнительное. Ну, вот и посражался. И ОВЗ добыл и нашел. Пора идти. Точно. Так. Поехали. Хотя она у нас в хлам. Готовы к приключениям. Ага. Тогда вперед. Будем у Синди перекрасим машину. Давайте сделаем ее какой-нибудь, если можно. Посмотрим. Посмотрим. Но надо уже, да, сменить окрас. Долго мы на этом проездили. Сюда сворачиваем. И по этой дороге проселочной едем. Может, сфотографируемся все вместе? Вон там! Конечно. Да, давай. Фотосессия поля боя. Отправляйтесь к месту фотосессии. Эта фотосессия становится доступна в пятой главе, друзья. Вот мы ее и нашли. Ты куда это? Тут решил припарковать? Можно было там оставить. Нам все равно потом ехать в молот. Стоит запастись зеленью и всем прочим. Ничего себе он пролетел. Да, иногда бывает толк. Это что значит иногда? Молоковоз, превышающий скорость. Еще и по бездорожью. Почему бы вот здесь не поставить регалию? Сейчас сниму отсюда. Так, снимаю. Сейчас сниму. Готово. Вся команда в сборе. Все мы! Совсем-совсем мало опыта. В пятой главе можно было уже давать больше. Но по 250 это уже просто не серьезно. Но есть выполненное задание. Кстати, обратил внимание, что вот это задание не попадает в выполненное. Если вы знаете, как сделать, чтобы оно туда попало и ушло отсюда, из активных, то напишите. Здесь его нет, друзья. Я даже пошел еще один раз его выполнил. И там даже, к сожалению, нельзя пропускать скопом все диалоги. Только можно их листать двойкой, но все равно это достаточно долго. Вот, есть одно фиолетовая путешественница из другого мира, а второе висит в активных. Такая вот особенность. Оно у нас еще и выделено. Давайте выделим что-то иное. Вот, например, это. Шекарств у нас пока достаточно. Готовы? Тогда вперед. Ну, до молота, наверное, все-таки поедем автоматическим тут. Давайте. Изменим это. Поездили за Арденом на его, за его шикарным красным автомобилем. И тоже захотелось сделать регалию красной. Эх. Ну что, Сид? Порадуй нас, старина. Вот, наслаждайтесь мощью. Нет. Вот, наслаждайтесь мощью. Ну ладно, тогда помоги ты нам, Синди. Она уже нашу регалию знает. Где я могу помочь? Да она у вас в клам. Ладно, починим. Как собственное тело. Я все сделаю. Где какой винтик, какой давности, где что обновлялось, устанавливалось. Когда менялись жидкости. Это хорошо. Обслуживаться в одном месте у качественного мастера. Хорошо. Если он еще и такой прекрасный, как Синди, то это просто великолепно. Хорошо, мы починили регалию. Теперь надо сменить. Ну, как там ваши дела? Что выберешь? Какой цвет покрасить? Цвет корпуса. Так. Ну вообще, нужно в начале, наверное, вот тут посмотреть, да? Вот наклеивать что-нибудь будем? Что выберешь? Наклеивать что-нибудь будем? Что выберешь? Очень яркое. Наклеивать что-нибудь будем? Вот этот классный цвет, мне нравится. Арсенал на колесах. Что выберешь? Этот у нас был. Наклеивать что-нибудь будем? А вот это новый набор наклеек. И может быть и его поиспользовать, друзья, потому что мы действительно заручились сейчас поддержкой богов. Что выберешь? Синдимобиль прекрасно. Наклеивать что-нибудь будем? Что выберешь? Наклеивать что-нибудь будем? Что выберешь? Террабеттл. Тоже. Смотрите. Хисо, хисо. Есть сзади на крышке багажника. Ну давайте все-таки, да, возьмем Эос. Что выберешь? Нет, нет, нет. Да, да, да. Ага, то есть если я это поставлю, то убирается. У нас полная модификация. Тогда по деталям все установлено. Что у нас тут можем поменять? Давайте посмотрим. Если бы еще как-то машину полностью показывала. Вот так, не совсем понятно, что красится. Нет, как-то... Какой цвет покрасить? Не то. Гоночный красный. Ну-ка. Не вижу ничего красного, кроме вот этого одного молдинга. Кусочка даже его перед ним. Так что... Может быть... Выбирай цвет. Можно здесь поставить какой-то вообще без цвета, чтобы... Да, я понял, что это меняется. Хотя вот так вся машина меняется, а так меняется только... Видите, какие-то мелкие элементы наклеечки. Попробую понять. Пусть будет из синя-черный. То есть из синего перетекает в черный. Из синя-черный. А как насчет обивки салона? А вот обивку надо желтенькую делать. Есть. Вот грецкий орех. Годится. А с колесами что делаем? Красим. Так, ну... Вот так пусть будет. Ну как? Так, я надраю ее до блеска. Она уже готова. Посмотрите. Немного поездим так. А потом сделаем... Попробуем сделать красной. Красивой и прекрасной. Ну что, друзья. Сюжет. Атака на империю. В листалум, да? Думаю, мы так поступим. Мы автоматом доедем до парковки. Листалумского блопоста. А потом... В ручном режиме. Почему? Неужели он в Даске? Да. Он в Даске еще. Вместо дополнительного оружия союзники могут использовать заклинания, что позволяет им в бою поддерживать Ногтиса магией стихий. Хисо, хисо. Вот что я не проверил в пятой главе. Так это все водоемы. Может ли быть так, что в какой-то из глав, в тех водоемах, где раньше не плавала какая-то рыба, она стала плавать? Или стали продавать какие-то наживки, которые позволяют поймать ту рыбу, которую раньше мы не могли поймать на имеющиеся? О, когда крыша опущена, вот так, так вообще красота. Мы давайте проедемся для разнообразия в ручном режиме. Поехали в Листалум. Только ближайший столб не разбабахая ее Ногт. Она у нас была в хлам. Поехали под Баламгарден. Не туда. Так, только уберите, уберите этот курсор. Ладно. Ладно, поехали. Мне просто хочется ехать вперед и слушать эту мелодию. Просто ничего не говоря. Просто давайте смотреть на эту голубую лазурь, на деревья и слушать. Ладно. Спасибо. Слушай, Ногт, такое дело. Может подскажешь, что мне пофотографировать? Что? Кого? Снимай нашего очкарика. Да, все понятно. Ок. Пром-то будет чаще фотографировать Игнеса. Пора уже выбирать каждого по очереди, а то мы всегда выбирали, чтобы он всех в равной степени. Давайте попробуем по порядку. Каждого отдельно. Может это тоже что-то нам даст. О, этот туннель из Need for Speed'а. Музыка из других финалок в машине это идеальное решение. Вы уже все себе тоже понакачивали музыку из финалок в машину. Это очень приятно. Реально всегда вспоминается регалия, финалка 15-ая и другие, когда включаешь. Не хочется, чтобы какое-то путешествие дорожное заканчивалось. Так, паркуемся. Мы на месте. Может отдохнем? Ну ладно, так, просто бросим. Интересно, большая пробка будет все-таки. Огромный город. Просто вот так. Даже не на обочине. Да. Да. Принц приехал, что там. Так. Сохраняемся. Ох, Глади. Что? Я подвела тебя. До Каэма. О. Я так и не добралась. Пока вас не было, пришли им перцы. Никто из нас не сказал ни слова про Нокта. Они просто пришли и... Джаред... Что ты хочешь сказать? Что с Джаредом? Мы ничего не могли сделать. Что с Джаредом? Надо было остаться. Я не смог. Не смог им помешать. Им не сойдет это с рук. Империя заплатит за все. Даю слово. Я в тебя верю, принц Ноктец. Я поеду в Каэм и возьму с собой Талкота. Мы не можем... Мы не можем... Ничего не делать. Понимаю. Так, и это конец главы. Тоже она оказалась недолгой. Вот так, друзья. Империя сначала оккупировала наш город, а теперь и кошмарит близких нам людей. Но Нокт с такой уверенностью сказал, что они за все заплатят. Что это были слова не мальчика, но мужа. Значит, будем приводить их в исполнение. Так, наша... А вот это интересный ракурс. По-моему, такого не было. Обновленная регалия. Так, а что это мигает слева? Видели в левой части верхней экрана? Если что, отмотайте, посмотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Живой сон. Под маяком на Каэмском мысе, что на юге Клейна, есть подземная гавань. Неспокон веков принимавшая королей Люцеса. До сих пор там стоит на якоре судно, когда-то принадлежавшее Регису. Следуя по стопам отца, Ноктис отправляется к кораблю. Несколько дней спустя. После всего, что случилось, я не могу отпускать ее одну. В машине будет тесновато, но это ненадолго. Ну что, едем? Пока мы тут болтаем, Сид и Синди чинят корабль. Не хочется заставлять их ждать. Надо их поблагодарить. Вообще, если кого и благодарить, то Джареда. Да, он обо всем подумал. Подготовка к плаванию. Встретись с Ирис. Начинается шестая глава. Ноктис узнает о том, что корабль, на котором когда-то ходил его отец, до сих пор пришвартован в тайной гавани. Надеясь, что этот корабль еще на плаву, он вместе с друзьями отправляется на Каэмский мыс. Так, осмотрим карту. Нет ли заданий? Ну, пока, к сожалению, не вижу. У тебя только отдых? Наш лучший номер к вашим услугам. Понимаю. Приходите еще, будем ждать вас. Сейчас не время пребывать в лучших номерах. Левиль Хлисталум. Ваш райский уголок. И вот теперь, друзья, вы писали мне в комментариях, что сейчас самое лучшее время для того, чтобы пойти и пройти пойти и пройти DLC за Гладио. И поэтому... Дайте мне сказать. И поэтому я обращаюсь к тебе, Мьюз Хард, заказавший это прохождение. Напиши, пожалуйста, действительно ли ты подтверждаешь, что сейчас лучшее время для этого. И если так, то мы с вами встретимся как раз уже в прохождении DLC. Если нет, тогда сделаем это несколько позже. Ну, а на сегодня 116-я часть завершена. Это все, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok